Здравствуйте, ребята! Сегодня урок литературы в восьмом классе проведу с вами я, Роза Аблахатана. И мы с вами будем говорить о писателе Викторе Астафьеве и о его рассказе «Фотография, на которой меня нет». В седьмом классе мы с вами уже говорили о его биографии подробно, изучали его рассказ «Конь с розовой гривой». Я немного повторю о нем и напомню вам слова о том, что память должна быть у каждого человека, память о нашем прошлом, о наших родителях, дедах, память – единственный рай, из которого нас не могут изгнать. Жан-Поль. Владислав Гжегорчик. Единственной мерой времени является память. Виктор Петрович Астафьев. «Добрая книга, как всхожее зерно, оно прорастает в душе, и когда это происходит, книга становится взыскательным и строгим собеседником». О какой же книге хочет нам поведать Виктор Астафьев? Приведенную мысль Виктора Астафьева можно признать как справедливую самооценку его писательского труда, ибо его произведения «Стародуб», «Перевал», «Звездопад», «Пастух и пастушка», «Царь рыба», «Печальный детектив» нашли признание взыскательной критики и многомиллионного читателя. Эти книги – приметные вехи в истории русской литературы второй половины XX века. Сюжеты и герои глубоко правдивы, психологически насыщены. Его произведения – яркое отражение реальной действительности, страстное отображение социально-бытовых условий жизни бесхитростных, простодушных людей, выросших в его книгах своеобразную историю его современника. Последний поклон – это воспоминания о детстве, о близких людях, о родной Сибири. Мы с вами читали рассказ в седьмом классе из этой книги «Конь с розовой гримой». Вот перед вами изображение, иллюстрация к тому рассказу. Итак, фотография, на которой меня нет. Память моя, память, что ты делаешь со мной? Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу. Тупой гнет усталости и воскреси, слышишь? Воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. Пишет Виктор Астафьев. Тема рассказа – описание событий из детства писателя. Основная мысль. Деревенская фотография – своеобразная летопись нашего народа, настенная его история. Если вы уже успели прочитать этот рассказ, то мы можем составить план. Он довольно-таки небольшой, но мы можем по нему поработать. Приезд фотографа, мы, люди пропащие, расплата, настоящий друг, бабушкина забота, учитель, учительница и деревенские жители, размышления о деревенских фотографиях. Проблема нравственной памяти в рассказе Астафьево, фотографии, на которой меня нет, высвечивается особенно ярко здесь. Деревенская фотография – своеобразная летопись нашего народа. Обратим внимание на словарь урока. Здесь вам встретятся слова, которые, возможно, вы слышали, но, может быть, значения слов не знаете. Давайте проверим. Итак, внимание на доску. Сказ. Что же такое сказ? Сказ – это особый тип повествования, ведущийся от лица рассказчика в своеобразной, присущей ему манере. Вспомните сказы Бажова. Полифония. Полифония – это многоголосие. Индивидуальный, личный. Летопись. Запись исторических событий, производимая современником. Нравственность. Правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимых человеку в обществе. Повествование. Рассказ о событиях и участниках событий. Память. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт. Мы с вами говорим о памяти. Фотография, на которой меня нет. Обратите внимание, ребята, на этой фотографии показан адрес школы. Овсянская школа. Вспомните, откуда же наш сам автор. Правильно, из села Овсянки. И в центре этой фотографии, вот здесь, сидят учитель и учительница. Если вы прочитали, то вы знаете, как они появились в этой деревне. Итак, учителя жили на одной половине дряхленького домика, оставшегося от василенцев. Не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Нам, ребята, снова встречаются слова, которых, возможно, вы никогда и не слышали. Самоходы – это те люди, которые сами пришли в эту деревню и остались по своему желанию. Василенцы – те люди, которые покинули свои родные места и вынуждены жить в этой деревне, возможно, из-за каких-то причин. Это может быть потоп, это может быть война и другие причины. Сыльные – это те люди, которых за что-то наказали и отправили в дальние места от их места проживания. Жизнь сибирской деревни 30-х годов XX века. Музей повести «Последний поклон» – дом бабушки Екатерины Петровны. Вспомните, мы показывали об этом в самом начале урока. Вот такой дом с голубыми ставнями, небольшая изгородь, крыша, крытая тесом. Нехитрая утварь в сарае – это телега, это ермо, хомуты, косы, лопаты, салазки. Все, что нужно для несложной, а, возможно, и даже, может быть, трудной жизни на селе. Вот такая комната и такое убранство в комнате было обычно в любом доме. Бревенчатый дом. На стенах висят фотографии. Посмотрите внимательно, сколько их здесь. Стол, крытый, с катеркой, лавки, самовары. Вот такая нехитрая утварь была в доме. Портрет бабушки в молодости висит на стене, в рамочке. Занавески, герань, другие цветы на подоконнике. Все это помнится автору, и он воспроизводит свои памяти. Как же ему жилось в этом доме? Связки лука, цветы в горшках, на ополке кувшины с вареньями, с разной другой с недью, едой. Бабушка писателя. Об этом мы тоже говорили в седьмом классе. Какая же она? Вспомним. Заботливая, стойкая, терпеливая. В ней преобладает мудрость, жизненный опыт, искренняя вера, чувство веры, стремление к красоте, любовь ко всему живому. Посмотрим внимательно, как соотносятся из текста слова с этими понятиями. Заботливость, стойкость, терпение. Когда мальчишка простыл, катаясь с горки и отморозив свои ноги, она укутала ноги старой пуховой шалью, вытерла слезы с лица. Собственная боль действует на нее усмиряюще. Мудрость, жизненный опыт. Растирала ноги запаренным березовым веником, после чего напоила молоком, кипяченым смаковыми головками. Искренняя вера. Во что же верит эта старая мудрая женщина? Спи, пташка малая, Господь с тобой и ангелы в изголовье. Ангелы, чувство меры, стремление к красоте, любовь ко всему живому. Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. Фикусы бабушка стережет пущие глаза. Вот такие моменты характеризуют нашу старую бабушку. Попробуем с вами поработать над заданиями. Разделимся на две группы. Если же нет, выполняйте задания любой из этих групп. Задание первое. Составьте связанный рассказ о бабушке-герое, включив в него цитаты, свои наблюдения и выводы. Цитаты вы понимаете, выдержки из текста. Как бабушка относится к внуку и как это ее характеризует? С какой целью автор в точности воспроизводит речь бабушки, не заменяя ее правильной литературной речью? Как любовь бабушки к цветам и украшению зимних рам характеризует ее? Начните свой рассказ со слов. Главное, что рисует писатель крупным планом – это человеческие характеры. В конце сделайте вывод. Повесть, в которую включен рассказ, называется «Последний поклон». Много лет спустя автор низко кланяется своей бабушке, потому что... Почему? – ответите на этот вопрос. Вывод первый. Екатерина Петровна, бабушка писателя, стала для него нравственным ориентиром. Она трудолюбива, терпелива, решительна. В основе ее нравственности лежит православная вера. В молитвах своих она просит не за себя, а за других людей. Задания для второй группы будут аналогичные, только вы будете характеризовать мальчиком. И главное внимание в этом рассказе уделено учителю. Я вспоминаю первого учителя. Вот он стоит, диктуя у доски. И буквы неуверенно, мучительно выводят малыши-ученики. Был Архимедом он и был Гомером. Он все умел на свете. Добрый маг. Так можно было сказать о нем вкратце. Задание второй группы. Обратите внимание. Здесь мы будем говорить об учителе. Составьте связанный рассказ об учителе Овсянской начальной школы. Включите цитаты, наблюдения, выводы. Обратите внимание на внешность учителя. Как характеризуют учителя его поступки. Какое отношение к учителю в деревне. Почему? Начните свой рассказ со слов. В воспоминаниях о далеком детстве. Одно из главных мест занимает учитель. В конце сделайте вывод. Благодарная память героя сохранила образ учителя, потому что. Я принес тебе фотографию, сказал учитель. И мальчик отвернулся, потому что на фотографии-то его нет. Вывод второй. И в поведении, и в отношении к людям учителя показывали нравственный пример. Именно учитель преподал настоящий урок мужества, доброты и самоотверженности нашему герою. Нет, никогда не умирает тот, Чья жизнь прошла светло и беспорочно, Чья память незабвенная живет, В сердцах людей укоренившись прочно. Как много желтых снимков на Руси В такой простой и бережной оправе И вдруг открылся мне и поразил Сиротский смысл семейных фотографий. Огнем, враждой, земля полна, А близких всех душа не позабудет. Главный вопрос урока, на который мы с вами бы пытались ответить, Почему герою дорога, старая, пожелтевшая фотография. Деревенская фотография, настенная его история. Рефлексия. Закончите предложение. Сегодня на уроке я открыл. Что открыл? Почувствовал. Узнал. Понял. Задумался. Испытал. Приобщился. И домашнее задание. Выписать из текста характеристику бабушки-героя и учителя. Возьмите цитаты из текста. Прочитать текст до конца. Выписать диалектизмы. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Узбеки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Узбеки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня урок Всемирной Истории в восьмом классе для вас проводит преподаватель истории Доценко Ольга Валерьевна. Давайте продолжим наше знакомство с темой. Сегодня Корея в 1800-1870-х годах. Обратите внимание, мы с вами обязательно должны открыть тетради, записать дату занятия, план, который вы видите сейчас, и давайте с ним ознакомимся. Корея в новое время. Вспомним о прошлых событиях, происходивших в этой стране. Корея в первой половине XIX века. 1863 год – это год особенный. Тэвангун, Ли Ха Ын, приходит к власти. Если мы с вами углубимся в историю, конечно, нужно вспомнить о том, где находится это государство. И Корея – это, скорее всего, географическое понятие, которое говорит нам о цивилизации и государстве в истории. Когда-то эта Корея была единой страной, а теперь разделившаяся на Северную Корею и Южную Корею. Посмотрите, пожалуйста, по карте. Вы видите расположение на Корейском полуострове. Омывается Японским морем, Жёлтым морем. И давайте мы с вами запишем в тетради. Корея – по-другому мы ещё даём название страна утренней свежести. Это государство Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове, на северо-западе граничит с Китаем, на северо-востоке – с Россией, а через морской пролив, расположенный на юго-востоке – с Японией. Корея в новое время. О чём мы должны с вами сегодня продолжить наше знакомство? Это экспансия Маньчжур, установление в вассальной зависимости от цинского Китая. Политика самоизоляции Кореи, экономический и культурный упадок страны, а также многочисленные крестьянские восстания. Открытие страны для европейцев и начало борьбы европейских держав за объект своей колонизации. Продолжим. Что же мы с вами узнаем? О том, что переход к новой аграрной технике возделывания риса – это прежде всего отказ от семенного риса. Заменили они высаживанием рассады. Раньше они приступали уже к сельскохозяйственным работам, и это давало им возможность получать более высокий урожай из-за схожести посадок. Начиная с 17-го столетия корейцы стали активно выращивать батат, картофель, перец, тыкву. И, конечно, изменив рацион питания населения, происходит демографический взрыв. Население Кореи выросло почти в шесть раз за конкретный период – 1648-1799 годы. Мы подходим с вами к XIX веку. Основные итоги – это изменения в сфере землепользования, введение новой агротехнологии, сейчас вы об этом узнали, повышение производительности труда и урожайности, а также значительный рост населения Кореи. Происходит из-за этого усиление процесса социального расслоения, появление новых видов деятельности для населения. Развитие торговли приводит к формированию, созданию рынка нового типа. Продолжим. Посмотрите, пожалуйста, это монеты. Что мы с вами с этим связываем? Конечно, чеканку монет. Деньги получают широкое распространение в Корее с начала XVII века. Первые 1100 связок монет, вы обратите внимание, они были связаны, были отлиты в 1625 году в правлении короля-реформатора Инчжо. В 1678 году король Супчон в 1674-1720 годах издаёт указ о начале повсеместной чеканки, то есть каждой местности чеканили одни и те же монеты. Тем самым он заложил основы и ввёл денежное обращение. Это стало составной частью того процесса, который мы с вами называем расслоение общества, деление общества на аристократов и те слои, обнищение которых приводило к недовольству. И стремительный рост населения всё это тоже усугубило положение и в экономике, и во власти. Конечно, Корея в первой половине XIX века – это особый этап на историческом пути страны. Происходила борьба придворных группировок, главным образом в рамках так называемых партий. Противоречия между слабеющей королевской властью, представленной различными семейными группировками и новыми тенденциями общественного развития – всё это стало главным содержанием эпохи истории Кореи первой половины XIX века. И здесь вы видите на иллюстрациях – это представлены кланы или по-другому семейства, очень распространённые фотографии того времени. Посмотрите ещё раз, Корея в начале XIX века представляла собой страну, вышедшую когда-то на экономический подъём, но теперь к власти пришёл король Сунь-Джо. Он до достижения совершеннолетия, до 1804 года, вынужден был делить власть со своими родственниками. Это давало большую свободу действиям семье жены. Так было принято в Корее, которые интересовались лишь собственными благами и не уделяли должного внимания судьбе государства. В 1811 году в провинции Пхёнан разгорелось самое крупное в начале столетия именно XIX века народное восстание, во главе которого встал Хон Гён Нэ – 1780-1812 годы. Несмотря на ряд успехов, в итоге повстанцы потерпели поражение и были сурово наказаны. Взятый в плен Хон Гён Нэ был казнён, однако это не остановило народной массы, которые были недовольны и волнения не прекратились. Обратить ваше внимание хочу также на учебник. В нашем учебнике сегодня нам даётся сообщение о другом восстании. В 1813 году на острове Джи-Джу-До вспыхнуло восстание именно крестьян и рыбаков, которые своим непосильным трудом вносили большой вклад, но не имели достаточного вознаграждения за это. Посмотрите на иллюстрацию. Это облик корейской деревни, фотография XIX века. Что мы видим? Это разбитые лодки. Посмотрите, в каком удручающем состоянии находится жилище самих корейцев. И, конечно, времяпровождение недалеко от солёной воды тоже наносило вред не только самим жителям этих рыбацких деревушек, но и потребление солёной воды сказывалось на их здоровье. 30-60-е годы XIX века. Это 1834 год. На престол был возведён восьмилетний король Хонжон. 1834-1849 год. И вы можете обратить внимание, что события повторяются. Очень было удобно, чтобы на трон был посажен малолетний, потому что это был внук короля Суньжо. Борьба за власть могла продолжаться между группировками. Ещё более это усугубило развал системы сбора налогов. И местное администрирование, конечно, тоже не находило должного понимания. 1849 год. Король умирает. Что же происходит? Он не оставляет наследника. В 1850 году правителем стал Вон Бон. Власть снова была отдана в руки семьи Ким. То есть это предыдущие правители. Это было время кризиса во всех сферах Кореи. В 1863 год правитель Вон Бон, который имел ещё другое храмовое имя, Холь Джон, он не оставляет наследника и умирает тоже в довольно юном возрасте, 32 года. Наступает правление Те Вон Гун. Сегодня это наш с вами термин. Значит, в 1863 году, обратите внимание, у вас это в учебнике на странице 140, мы с вами связываем события с 12-летним Ли Че Хван, был возведён на престол. Получил впоследствии он так же, как и другие правители, храмовое имя Ко Чжон, 1863-1907 года. Так как он был несовершеннолетним, то, конечно, регентом рядом с ним стал его отец Ли Ха Ын. Пожалованный придворным титулом он был награждён Хон Сон Те Вон Гун. Что это означает? Вы можете записать тетрадь. Великий правитель двора Хон Сон. Имя Хон Сон означает распространяющий процветание. Однако в историю Ли Ха Ын вошёл просто как Те Вон Гун. Как же мы с вами можем ещё по-другому это объяснить? Это был корейский принц-регент. Годы его правления 1863-1873 года. За это время он правил вместо своего малолетнего сына Ли Дже Хвана и дал ему имя храмовое Ко Чжон. Проводил он политику централизации своей власти, провёл реформу государственных учреждений, подчинив их центральным ведомствам, и в целях возвеличивания королевской власти восстанавливает дворец Кён Бок Кун. В начале 1864 года Те Вон Гун объявил о начале новой политики, привлечении на службу, обратите внимание, людей не по их происхождению, а по способностям. Это дало возможности не аристократам, а людям, которые пришли из ремесленничества, торговли, занимать должности. Одновременно Те Вон Гун приступает к проверке положения на местах и реформированию системы налогообложений, что с одной стороны облегчает жизнь крестьян, а с другой пополняет государственную казну. Также он отменяет привилегии. И мы с вами можем также задуматься, как же на это будут реагировать соседние страны. В середине XIX века на суверенитет Кореи посягали такие страны, как Англия, у которой уже были колонии, Франция, подчинившая Юго-Восточную Азию, ну и, конечно, США. Ещё мы с вами можем дальше продолжить знакомство с политикой Те Вон Гуном, но я надеюсь, что вы сможете это сделать самостоятельно, ознакомившись с текстом параграфа. Сейчас мы с вами проведём исследование того, что же было на нашем занятии. Корея – это страна утренней свежести. Здесь вы можете обратить внимание, это символы нашей сегодняшней Кореи, Южной Кореи, герб и флаг. Ещё мы с вами знаем о том, что в XIX веке основным продуктом рациона страны был рис. Однако сейчас он, рацион корейцев, включает многие виды фруктов, овощей, мяса и продукции лесного хозяйства. Главный продукт Кореи – рис. Это относится к семейству злаковых. Ну и, конечно, поскольку мы говорили о восстании крестьян и рыбаков, рыболовство являлось важной частью экономики Кореи. Обратите внимание, эти иллюстрации как нельзя лучше характеризуют и даёт нам полное представление о яркой, самобытной жизни этого народа. И рацион питания. Я надеюсь, что в наши дни вы будете заботиться о своём здоровье, уделять должное внимание разнообразию пищи. Здесь вы видите очень интересные и национальные блюда корейской кухни. Я буду рада с вами попрощаться, но прежде мы с вами запишем домашнее задание. Ответить на вопросы страницы 141, и вы можете выполнить творческую работу по теме. Спасибо за внимание. На сегодня наше занятие подошло к концу. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие ученики 8 класса. С вами учитель английского языка Бадалова Гульмира Абдварьевна. И сегодня мы с вами поговорим о театре. Наш новый раздел называется «Весь мир сцена». И тема нашего урока – кто работает в театре. Good morning, dear students. Today we are going to talk about theater. The unit's name is «All the world's a stage». And today we have an interesting topic. Who is who in the theater? First, answer the questions. Сначала ответьте на вопросы. Do you like theaters? Вам нравится театры? Of course, yes. Theater is a very interesting place to know new information about different people and culture. The second question is, what kind of theaters do you know? Какие виды театров вы знаете? Дорогие ученики, какие театры узбекисты? Из Узбекистана вы знаете, какие из них являются самыми популярными. Of course, the first theater is Al-Sher-Nava'i Theater. Первый театр – это театр Алишера-Нава'и. The next one is Uzbek National Theater. Следующий театр – это узбекский национальный театр. The next theater is Uzbek Youth Theater. Следующий театр – молодежный театр Узбекистана. The next one is Russian Drama Theater – русский драматический театр. And the last one, the most popular theater in Uzbekistan, is Puppets Theater – кукольный театр. Dear Puppets, when you think about theater, first of all, what do you pretend? First you pretend a stage. В первую очередь, когда мы думаем о театре, мы представляем сцену. Then we think about costumes – затем мы думаем о костюмах. Then we think about performance – затем мы думаем о представлении. Then we pretend dancing and singing – затем мы представляем танцы и пение. And now, dear Puppets, I'm going to introduce you new vocabulary. You will read the dictionary text and then translate the words into your mother tongue. Сейчас мы с вами будем работать над новыми словами урока. Well, please, the first one is play. Play is a verb. The definition of the play is to perform the actions and say the words of a character in a theater performance. Play in Russian will be играть, то есть играть роль в театре. Next one. You should pay attention for additional information about this verb. You should use verb play with object. For example, play a role. Вы должны обратить внимание на то, что глагол play всегда у нас используется с дополнением. Например, play a role – играть роль. Next one. Play – noun. Следующее. Play в значении существительного. Будет означать слово пьеса. Или игра. Play – a piece of dramatic writing performed in a theater. For example, Romy and Juliet is the best-known play by William Shakespeare. Например, Ромео и Джульетта – самая известная пьеса, написанная Уильямом Шекспиром. Second one. Act. Act is a verb. Act у нас является глаголом. What does it mean? Что он означает? It means to perform especially on the stage. Он означает играть в представление, выступать, в особенности на сцене. You should remember. Вы должны запомнить. Act needs no object. Глагол act не нуждается в дополнении. После него не обязательно ставить дополнение. For example, Hopkins is acting tonight. Например, Хопкинс выступает сегодня ночью. Или сегодня вечером. Next one. Act as a noun. Act – значение существительного. Is one of the main parts of a play. Act переводится как act. Или отдельная часть пьесы. И значение этого слова – одна из основных частей пьесы. Okay, the third one. Третье. Stage. Stage as a verb. Stage в значении глагола. Is to produce a play. Означает ставить пьесу. For example, The school drama group stages two plays every year. Школьный драматический театр Ставит две пьесы в год. A stage as a noun. Stage в значении существительного. Это, ребята, Сцена. То есть возвышение в театре. And example. At the end of the performance All the actors came out onto the stage. В конце представления все актеры вышли на сцену. And now, after starting the vocabulary, We are going to answer the questions. What are the main things in theater? Что является основными вещами в театре? What are the most important people in theater? Какие люди самые главные в театре? First of all, We are going to talk about the word props. В первую очередь мы поговорим о слове реквизит. Props comes from the word properties And refers to all the things used on the stage, Which are not clothes, cups, books, etc. Реквизитом являются все вещи, находящиеся в театре, ребята. Next one. Let's talk about people. In the theater. A playwright is someone who writes plays. Драматург. Это тот, кто пишет пьесы. A scene painter paints or makes scenery. Художник по декорациям – это тот, кто рисует или изготавливает декорации. Театральный режиссер ставит пьесы. A musician plays music in an orchestra. Музыкант играет в оркестре. A sound technician plays music on cassettes. Звукорежиссер следит за музыкальными композициями. A wardrobe mistress looks after costumes. Сотрудник гардероба присматривается одеждой. A make-up artist makes up the faces of actors and actresses. Визажист или гример наносит грим актерам. An actor or actress plays roles. Актер или актрисы играют роли. A lighting technician lights the stage. Художник по свету устанавливает освещение. Директор, который хочет вывести хорошее видео. Before you start doing your homework you can watch the following video about the organization in each theatre. I think it will be interesting for you. Find new information and write down in your exercise books. Hello, everyone. I'm Janet and I'm here to tell you about the history of theatre. Theatre was not invented in England. It has got ancient origins. The oldest theatre is in Greece. It is a Dionysus theatre in Athens. It is located on the hill of the Acropolis and it is an outdoor theatre. It is made of stone and marble. In the picture you can see a circular area called orchestra. It was a space where the chorus sang and danced. The audience watched the play from the theatron. The actors changed their clothes in the screen. It was a tent behind the orchestra. The Romans often used amphitheatres but they also built theatres. As you can see there are similarities with Greek theatres. During the Middle Ages there were no theatres but the performances were near the churches or inside them. It is during the Renaissance period that theatre in general had a big importance. In Italy theatres had a roof and a lot of new elements like the curtain and the proscenium. But what about theatres in England? We are going to finish studying about the theatre and to consolidate our topic we will revise our homework. Open your books at page number 87. Look. Lesson 1. Who is who in the theatre? And your task is. Read and answer the question. What was necessary to make a young actor look old? What was necessary to make a young actor look older? It was a play which told the story of a family during fifty years. Some characters were young at the beginning but by the end of the story they of course had to be much older. A forty-year-old man played the main character. The father of the family in the last act the man looked really old. People who came to the theatre were surprised to see his face and hear his voice that seemed to belong to an eighty-year-old man. Make-up artists used a special paint and powder to make him look like an old man and they gave him white hair. Okay. And the answer of the question is in the last sentence. I think the text was interesting for you. And now our lesson is over. I think you will study on this topic. The lesson is over. Goodbye. The word algorithm comes from the name of a Persian mathematical genius, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. He was born around 780 AD in the region now known as Uzbekistan. His name suggests he came from al-Khawarizmi. Known as al-Khawarizmi, he was director in the House of Wisdom, an intellectual centre for scholars in 9th century Baghdad. He made innovative contributions to mathematics, astronomy, geography and cartography. And wrote an influential book called Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 years later, the book was rediscovered and translated into Latin. It introduced Hindu-Arabic numerals to the West, which eventually replaced the unwieldy Roman ones. The Hindu-Arabic number system, along with the decimal point, both described by al-Khawarizmi in his book, are the basis of the numbers we use throughout the world today. Al-Khawarizmi's name, when Latinised in the title of the book, became Algorithmi, and this is the origin of the word algorithm. We also have al-Khawarizmi to thank for the word algebra, which comes from another of his works. His books revolutionised mathematics in the West, showing how complex problems could be broken down into simpler parts and solved. In medieval Latin, algorithmus simply meant the decimal number system. By the 13th century, it had become an English word and was used, for example, by Chaucer. Today, algorithm is a fairly common term, even if sometimes we are not exactly sure what an algorithm does. Algorithms are everywhere now, helping us to get from A to B, driving internet searchers, making recommendations of things for us to buy, watch or share, and predicting how we vote or who we fall in love with. This little word that originated in medieval Persia is gradually transforming our lives. Today, we are going to start with an English word. Today, we are going to start with an English word. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...